Недавно президент Казахстана сменил начальника своей охраны в связи с нашумевшей историей со шпионскими программами и прослушкой. Он провёл специальное совещание с ключевыми лицами государственной охраны, где и представил нового главу ведомства Ермека Сагимбаева. Такаев подчеркнул большую ответственность и важность службы госбезопасности, которая требует особого подхода и знаний от всех сотрудников, особенно руководства. Он заявил, что все сотрудники ведомства должны быть хорошо тренированными, разумными и хорошо разбираться во внутриполитической ситуации в стране, так и за её пределами. К этому ещё надо иметь аналитические способности на высоком уровне. По словам президента, это хорошо скажется на результатах работы. Касаясь повышения кадрового потенциала, президент подчеркнул, что сотрудники ведомства должны быть абсолютно лояльны к государству, преданы возложенной на них задачи и быть настоящими патриотами. В этом контексте глава государства отметил, что подходить к кадровой политике нужно с этих позиций. В заключение глава государства пожелал новому начальнику и всем офицерам успехов в службе. Кроме того, Нурсултан Назарбаев назначил нового главу уже своей службы безопасности. Им стал Сарсимбай Жасулан Аманжалулы. Об этом рассказали в пресс-службе первого президента. Эти перемены, вероятнее всего, также связаны с прослушкой высокопоставленных лиц. Жасулан Сарсимбай уже возглавлял службу безопасности Елбасы с ноября 2018 года по июнь 2019 года. Недавно Такаев присутствовал на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходило в формате видеоконференции. Главы государства и правительства обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств-членов ОДКБ, а также обсудили разработку мер по предотвращению вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе. В своем выступлении президент Казахстана подчеркнул необходимость предотвращения всего спектра рисков. В этом контексте Касым Жамарт Такаев предложил ряд мер, направленных на укрепление системы коллективной безопасности и оперативных мероприятий ОДКБ. Кроме того, было отмечено возрастающее недовольство в регионе, что может привести к гражданским акциям. Этого, по словам присутствующих, тоже надо избежать. Продолжение следует...